Менингит. В последнее время это слово все чаще встречается в заголовках СМИ. Началось все с массовой вспышки этого заболевания в Ростове-на-Дону. Там заболели 189 человек. Затем появились больные в Челябинске, Рязани, Ярославской области и Липецке. О том, что это, эпидемия или обычная для летнего сезона ситуация, и угрожает ли заболевание жителям Чувашии, говорили сегодня в Министерстве здравоохранения Республики. Высокая температура, головная боль, рвота. Именно эти признаки указывают на то, что человек может быть болен менингитом. С таким диагнозом этим летом в больницах уже оказались десятки россиян из разных регионов страны. Среди заболевших в основном дети и подростки. Впрочем, медики заявляют, ни о какой эпидемии речи не идет. Вполне стандартная ситуация для этого времени года. В Чувашии также никакого аномального роста заболеваемости нет. В текущем году за полугодие всего зарегистрировано у нас два случая интервирусной инфекции. И в том числе, при этом один случай как раз интервирусного менингита. Нужно отметить, что интервирусная инфекция имеет сезонность. Сезонность она летне-осенняя. И, как правило, связана именно с водным фактором, прежде всего с купанием. Эпизоды, выявленные в Чувашии, со случаями заболевания в других городах никак не связаны. Но чтобы ситуация в регионе оставалась спокойной и дальше, Роспотребнадзор контролирует все, что может стать источником заражения. На особом контроле водоемы. В этом году у нас в Чебоксаре открылись четыре пляжа. Это центральный пляж номер один, Новосельский и Левобережный. До открытия эти пляжи были обследованы нашими специалистами. Проводились лабораторные исследования воды. Они соответствовали гигиениским нормативам. Проводится постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого, хозяйственного, бытового водоснабжения. Однако периодически в пробах сточных вод энтеровирус, который может привести в том числе и к менингиту, все же выявляют. Специалисты отмечают, от возможности заболеть никто не застрахован. Надо отметить, что все-таки в Чувашской республике случаи энтеровирусной инфекции регистрируются. Единичные случаи. Методом ПЦР-диагностики в сточной воде подтверждается наличие вирусов, возбудителя этой инфекции. И несмотря на то, что показатели лабораторных исследований качества воды, пищевых продуктов у нас лучше, чем в прошлом году, тем не менее, мы не защищены. То есть не могу сказать, что не будет случаев этой инфекции. Пути заражения у этого заболевания весьма разнообразны. Передаваться также вирус может через грязные руки, плохо вымытые фрукты. Через пищевые, опять-таки, продукты. В местах массового скопления людей также, возможно, происходит воздушно-капельным путем заражение. Иными словами, правила элементарной личной гигиены никто не отменял. В условиях, когда по стране регистрируют все новые случаи заболевания, соблюдение пресловутого правила «мойте руки перед едой» может спасти здоровье и даже жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова